Всем привет, дорогие мои подписчики и гости канала! Я уже в строю, два месяца практически мы с вами толком не виделись, но сейчас я уже в офисе, я уже работаю и даже потихоньку хожу, хоть и на одном костылике, но все-таки. Итак, сегодня вторник, новое видео. И видео это, не знаю, ну для женщины, да, естественно, печальное. Где-то два месяца назад я делала видео, говорила, что начальник МВД Турции в своей речи сказал, люди с видом на жительство, которые нарешают локдаун, которые нарушают режим во время пандемии, таких даже он имеет право депортировать. Сейчас у нас случилась вот такая история в Алане, в Кестеле. Во время последнего локдауна сейчас ко мне пришла моя знакомая. Она не хочет, она не медийный человек, она не хочет светиться на камеру, поэтому она будет рассказывать вот эту всю историю из первых уст, скажем так. Я вам буду показывать офис. Итак, слушаем ее. Так расскажите, как у вас на Клеопатре женщина просила в аренду собачку и историю, которую она вам рассказала. Да, мы вышли гулять со своими собаками, я вышла гулять в парк, и, ну, не заметив женщину, мы на детской площадке в парке гуляем, и вдруг я слышу, женщина мне кричит, женщина, женщина, помогите, дайте мне, пожалуйста, свою собаку полиция. Я как-то безо всякого говорю, ну, пожалуйста. А у вас две собаки. У нас две собаки, да. Я говорю, ну, пожалуйста. И она так долго выглядывала, выглядывала, когда говорит, фу, слава богу, проехала. Я говорю, а в чем дело, что такое? Она говорит, вы знаете, вот у меня в Кестеле, ну, буквально-таки, может быть, недели две-три назад с подругой произошла вот такая вот ситуация. Она после семи часов вечера вышла прогуляться. Ее подъехали полицейские на мотоцикле и остановили. Ну, женщина явно решила схитрить, она предъявила им только лишь свой паспорт, и комет не показала. И комет это вид на жительство. Да. Полицейские посмеялись, сфотографировали ее паспорт, сказали, проблем нет. Она пошла, это я вам рассказываю, со слов этой знакомой. Ее якобы, как зовут Людмила, она с Россией. Пошла ничего, якобы, как беды не предвещала. Но тут же, через несколько дней, на, как мне сказали, в течение семи дней, ей приходит смс, что ей надо прийти, подойти в Геочедай, Россия. Придя в Геочедай, Россия. Это миграционная служба. Миграционный центр, да. Придя в Геочедай, Россия, ей сообщили нелицеприятное такое сообщение получило, что ей в течение десяти дней депорт, и ей нужно выехать из страны. Вот так, но штраф я не... Насчет штрафа ничего не знаю, врать не буду. Но депорт. Но депорт. Вот так вот. Вот это вот со слов. После этого мы с парка провели женщину за кафе Чили домой. Якобы, как она пообещала, что она больше по утрам выбегать не будет. Но я живу в центре Клеопатры, и на следующий день я ее видела, она бежала в сторону моря. Ну, рискованная. Ей прям так сильно горит. Да. Не потерять фигуру. Каждый выбирает сам, что ему важнее и нужнее. Спасибо большое за вот такую познавательную историю. Что сказали, тема поделилась. Ну да. История, мягко сказать, неприятная, но всех людей предупреждают, да. Всех людей предупреждают, что для граждан Турции это большой штраф выписывают. Для иностранцев, которые получили вид на жительство, ну посидите вы дома. Ну почему, ну, прислушиваетесь к законам и к рекомендации той страны, в которой вы живете. И потом не будет возмущений, вот почему меня депортируют, я ничего не нарушала. Ну как не нарушала? Нарушала. Вот видите, в локдаун вышла погулять, прошлась после 7 вечера и получила депорт. А могла бы лучше в это время посмотреть телевизор и дальше продолжать жить в Алании. Поэтому все-таки рекомендации страны, в которой вы живете, предписание страны нужно выполнять. Надеюсь, моя информация была вам полезной. Кстати, завтра едем на новоселье к Оле и Виталику. Они были у Бориса на дне рождения. Завтра мы едем к ним, потому что завтра 19 мая, в Турции праздник, все закрыто. И в пятницу ждите видео с их квартиры. Ну теперь все. Пока, до новых встреч!